Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как заработать в интернете? Глава первая. А зачем? Первое. Зарплаты маловато. Деньги – субстанция загадочная. Казалось бы, и работы хватает, и зарплата очень даже неплохая, только вот не хватает их. А соблазнов вокруг с каждым годом все больше. И деликатесы, и одежда от известных брендов, и на отдых потратиться неплохо было бы. Только вот где их взять? Денег. Зарплата, как известно, не резиновая, ее и на месяц-то порой трудно растянуть. Иногда создается впечатление, что мы тратим значительно больше, чем получаем. Выходит, путей, по которым деньги от нас уходят, почему-то больше. Можно, конечно, жить в режиме жесткой экономии. Отказывать себе во всем, тратиться исключительно на самое необходимое. И в итоге – долгожданный отпуск. Для желающих отказывать себе во многом, можем дать несколько рекомендаций. Введите дневник расходов, записывайте в него все-все свои траты. И в конце недели анализируйте ситуацию, что было потрачено зря, от каких расходов можно отказаться. Откладывайте с каждой зарплаты определенную сумму, лучше на счет в банке. Откуда деньги взять сложнее, чем с верхней полки шкафа или из кармашка в кошельке? Когда делаете любое приобретение, округляйте потраченную сумму в большую сторону. И остаток тоже откладывайте. Например, купили зимнюю куртку за 5100 рублей, а придумали, что потратили 6000. Соответственно, 900 откладывайте. Можете посадить всю семью на диету, например, вегетарианскую. И для здоровья полезно, и денег меньше тратится. Разумеется, колбасы, сыры и полуфабрикаты – это излишество, не говоря уже о красной икре. Дальнейшую стратегию экономии вы можете придумать и самостоятельно. Только вот не слишком ли суровой жизнь становится, когда не можешь себе позволить и лишние копейки потратить? Не лишите ли вы себя мелких каждодневных радостей во имя каких-то загадочных великих целей? Вариант менее суровый, но не менее нервный – поискать другую работу. Разумеется, с более высоким уровнем дохода. Это замечательный выход из положения, если вы классный специалист и вас зовут в крупную компанию, обещая при этом горы золотые. А если нет? Работаете в фирмочке средней руки, получаете законную зарплату и перспектив особых не предвидится? Навыками, позволяющими уйти на более доходную должность, не обладаете? Конечно, можно пойти учиться, получить какую-либо востребованную профессию и сменить работу. Но! Обучение – дело затратное. И прежде чем грести деньги лопатой, вам придется изрядно опустошить свой кошелек. Даже обучившись на серьезных курсах, вы какое-то время будете молодым специалистом, а им не так много платят. Смена работы – дело нервное. Порой приходится достаточно много времени тратить на поиск подходящий, ходить по собеседованиям, а то и обновлять гардероб, чтобы должности перспективной соответствовать. А это тоже затратно. В общем, вариантов достаточно много. Но существует и еще один, на наш взгляд, более перспективный – найти себе дополнительный источник дохода. Второе. Постоянной работы нет. Бывают в жизни разные ситуации. Женщины, находящиеся в декретных отпусках, от лишних денег не откажутся. Так же, как и мужчины, не взначай попавшие на не слишком высокооплачиваемый больничный. А еще студенты, школьники. Да мало ли причин, по которым у вас нет постоянного источника дохода под названием «работа». Зато у вас есть свободное время. Между прочим, дефицит... Сампел complete. Ready to continue?